Здравствуйте, господа! Все здесь работаете? Ай? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Кто принимал на работу и как зовут начальника, они тоже не знают. На днях сотрудники миграционной службы совместно с полицией накрыли подпольный цех, где гости из ближнего зарубежья, не имеющие регистрации и разрешения на работу, старательно фасовали петрушку. Ну или просто спали на рабочем месте. Эй, друг, подъем, быстро встаем! На благо любителей петрушки прилежно трудились более 20 человек. Теперь некоторым из них грозит водворение. В прошлом году за нарушение порядка пребывания в России на историческую родину отправили более 500 мигрантов. Большинство из них – жители Узбекистана. С текущего года иностранные граждане, находящиеся на нелегальном положении, рискуют надолго впасть в немилость к сотрудникам миграционной службы. Иностранным гражданам, незаконно находящихся на территории нашего государства, непрерывно свыше 180 суток, будет закрыт въезд на территорию сроком на 5 лет. Тем иностранным гражданам, кто незаконно находится свыше 270 дней, будет принято решение о закрытии въезда на срок 10 лет. Блюстители миграционного порядка не чужд и индивидуальный подход. С этого года граждане Таджикистана могут пересечь российскую границу только по загранпаспортам. А вот выходцев из Армении ждут преференции. В связи с присоединением к Евразийскому союзу им можно трудиться в России без разрешительных документов. А на оформление регистрации предоставлен целый месяц. Всем остальным на это дана только неделя. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События.